Это история о любви с первого взгляда. Наталья и Анатолий Смирновы познакомились на работе, когда обоим было по 20 лет. С тех пор пара не расставалась ни на мгновение. Вначале Наташа видела мою фотографию, а потом я ее увидел, ну не секрет, в красивой юбочке, в клеточку. А я там в лабораторию пришла, я думаю, вот такая девчонка хорошая. Наталья Вениаминовна и Анатолий Серафимович в браке уже полвека признаются, что даже не заметили, как быстро пролетели эти 50 лет. Когда были на свадьбе у золотой бабушки с дедушкой Наташиной, мы говорили, ой, как это долго, как это они выдержали. Не успели это сказать, как мы уже сами 50 лет. Знаете, когда дружба идет, как слегка. Супруги вместе и в горе, и в радости рассказывают, что залог крепко семьи кроется в уважении и понимании друг друга. Кроме вот этой химии, которая возникает, конечно, между людьми и которая бережет первые годы от того, чтобы ты не обидел кого-то, своего любимого, она потом подкрепляется дружбой. Я думаю, что иметь друга друг в друге – это очень важно. У Натальи и Анатолия двое детей и пятеро внуков. Для всех них они пример, как необходимо строить крепкую, любящую семью. А сами же Смирновы равнялись на своих родителей, которые также всегда шли рука об руку вместе. Сегодня на самом видном месте в гостиной фотографии всех близких. Это мои бабушка с дедушкой, которые тоже прожили 64 года вместе. Мы были на их золотой свадьбе. И мы с тех пор… Вот они у нас ориентир для жизни. Они тоже были разные. Мы с Толей по характеру совершенно разные. Нам повезло, знаете, в чем? В том, что у наших родственников, как бы они ни жили, у них не было разводов никогда. Так всю жизнь проживали вместе. Все семейные праздники проходят здесь, в доме Натальи и Анатолия, за праздничным столом. Дети и внуки часто приезжают к ним и без повода, а чтобы просто помочь в быту. Такие встречи всегда проходят в теплой и дружеской атмосфере, рассказывают Смирнова. Они, конечно, у нас бывают постоянно. Кстати, это дом, в котором сегодня живут супруги, они строили сами с нуля. Их мечтой было, чтобы под одной крышей можно было разместить родителей и детей. Помогали возводить родные стены, коллеги с работы. Видите, у нас даже углов нет у дома. Если вы посмотрите. Это у нас один из мастеров. Он говорит, не хочу делать углы в вашем доме. Нам все бабушки, дедушки, все свои сбережения отдали, чтобы мы его построили. С надеждой на то, что когда они уже будут старенькие, они тоже будут жить у нас здесь. Так оно и было. А это качели, которые Анатолий сделал специально для любимой жены. Наталья делится, что муж старается исполнить каждое ее желание. Вы знаете, если вы спросите, как удалось столько лет нам прожить вместе, вот с ним нельзя не прожить. Он у меня такой человек замечательный. И даже сквозь долгие годы им есть о чем поговорить. Сегодня Смирновы так же счастливы, как и 50 лет назад, когда только встретились. Сейчас оба на пенсии. Наталья помогает в местном храме. В том числе занимается и волонтерской деятельностью. Плетет маскировочные сети, вяжет носки для бойцов в спецоперации. Анатолий в свободное время создает изделия из дерева. Вначале я начинал работать, ложки вырезать. Попытался. Ну знаете, вырезал там десяток, но сейчас мне стало скучно. Я вспомнил, что я когда-то что-то точил. И купил себе станок, самый дешевый. Супружеской парой гордятся в сходне, где они сейчас живут. Поздравить Наталью и Анатолия Смирновых в День семьи, любви и верности приехал и начальник территориального управления. 50 лет – это очень большая, знаменательная дата. Смирновы относятся друг к другу с трепетом. Их дом всегда наполнен теплотой и любовью. А в воздухе будто парит счастье. Это семья с большой буквы. Пример для молодых пар. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин. Новости Химкетова. Новости Химкетова. Новости Химкетова.